Приветствую вас. У проблемы, что вы описываете, у проблемы, что вы называете, есть несколько моментов, несколько, скажем так, сторон. Первая сторона – это то, что мужчина обвиняет вас в незрелости. Ну, то есть, говорит, что вы незрелая, что вы там, как бы, значит, какие-то поступки у вас незрелые, да, и так далее. И второй момент – это то, что, ну, насколько это соответствует вообще действительности, да, то есть, ну, есть ли за этим что-то, или за этим ничего нет, да, то есть, как бы, все это, можно сказать, только, ну, не выдумки прямо, мучки, конечно, да, но, очевидно, он это говорит, там, для чего-то, да, то есть, для, ну, для какой-то цели. Зачем-то он это говорит? Зачем-то? То есть, вот, зачем он это говорит? Зачем? Это вопрос, ну, тоже такой, довольно, довольно серьезный, важный вопрос. Вот, потому что, ну, смотрите, пожалуйста. Муж, по вашим словам, обвинил вас в том, что вы там незрелые. То есть, муж обвинил. Но ведь он, именно муж, вас, как бы, и взял в жены, разве нет? То есть, муж, по идее, должен вас как-то принимать. Ведь вряд ли вы стали незрелые вот только в последние дни. Скорее всего, вы продвигали свое, ну, определенное поведение какое-то время, и его все устраивало. А сейчас, значит, устраивать, получается, перестало. И вместо того, чтобы проанализировать, почему его перестало устраивать то, как вы себя ведете, мужчины предпочитают вас обвинять. Ну, вот, согласитесь, что именно данная позиция не является сколько-нибудь конструктивной, да, и так далее. Это, значит, такие вот первые моменты, в общих, в общих чертах, моменты, которые я хотел бы вам донести до вас. Теперь о каждом из этих моментов мы поговорим немножко более подробно. Подробно, значит, смотрите. Ну, во-первых, значит, если говорить о том, что вы действительно незрелый человек, да, если говорить о том, что вы ведете себя, ну, не совсем зрело, то что это значит? Значит, ну, вот, по факту, что это означает? По факту это означает, что все ваши действия, все ваши поступки, значит, ведут к тому, что вы хотите удовлетворить свои какие-то желания. Да, то есть, все это, по сути, движимо эмоциями. То есть, вы эмоциональны. И именно эмоциональность, эмоциональность, ваш муж воспринимает как незрелый. Почему, это уже немножко другой вопрос. Почему так? Почему он воспринимает вашу эмоциональность как незрелый. вот, но, 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 тем не менее. Давайте подумаем. Чем вы руководствуетесь при принятии решений? Руководствуетесь ли вы, например, тем, что будет полегно, приятно для вашего мужа? Именно для него. Не для себя. А для него. Вот. Руководствуетесь ли вы тем, например, что было бы актуально для вас собою? Ну, например, полезно для вас обоих, правильно для вас обоих, интересно для вас обоих и так далее. Как часто вы руководствуетесь в своем поведении своими собственными потребностями? И почему? То есть, в чем потребность? Какая потребность у вас вообще? Что из себя она представляет? это потребность? Как бы вы ее, например, могли бы реализовать сами? Есть ли у вас понимание того, почему она у вас не реализована вообще? не реализована Вот. И именно это, именно данные аспекты, именно данные моменты позволяют говорить о том, что вы ведете себя, ну, не совсем зрело. Именно это. То есть, вопрос связан именно с вашими, если угодно, потребностями, вашими желаниями. и, естественно, с накоплением обид, не отреагированием обид, своего рода, ну, если можно так выразиться, инфантильному отношению к обидам. То есть, у вас инфантильное отношение к обидам, вместо того, чтобы, там, например, допустим, как-то отреагировать обид, которые у вас есть, вместо того, чтобы как-то поменять что-либо в своем поведении, вы предпочитаете, например, обижаться на другого человека. Ну, допустим, допустим, а предъявляете претензии, например, человеку, ну, другому, например, мужу, партнеру вашему и так далее. то есть, грубо говоря, вы переносите ответственность с себя на другого человека. вот в принципе, в принципе, данный аспект, данная поведенческая модель может быть названа именно незрелостью. Ну, пока в том контексте, в каком мы с вами об этом говорим. да, то есть, то есть, ну, понятно, что тут еще нужно разбираться, что с чем и как именно проявляется и откуда у вас такая модель поведения вообще взялась, то есть, у кого вы этой модели поведения научились, кто вам такой триггер как бы внушил, вот, и почему не произошло как бы взросления у вас адекватного, да, если это действительно есть, я пока не знаю, а я пока не знаю, что у вас есть, понимаете, в том деле, то есть, пока у меня есть только то, значит, что вы говорите, точнее, то, что даже не вы говорите, а ваш муж говорит вам. Ну, и мы здесь с вами, наверное, уже потихонечку переходим к тому, что касается вашего мужа именно, что касаемо мужа, можно сказать, ну, во-первых, помимо того, что человек вроде как вас в начале принимал, а теперь почему-то по какой-то причине перестал это делать, да, вот, помимо этого момента, мне бы хотелось сказать, что ему, ему, ну, почему-то для чего-то как-то стало выгодно, стало выгодно вас так вот обвинять, пожалуй, начнем с того, что любое обвинение, любое обвинение в принципе это как бы тоже перенос ответственности, это как бы тоже детская позиция, потому что, ну, вот, мы уже сказали с вами, да, что он же выбрал вас, мужчина, и если он вас выбрал, ну, так, ему нужно и ответственность нести, правильно, за то, что он вас выбрал, а то, что, получается, получается, какая ситуация, что, значит, человек вас сперва вроде как выбрал, человек сперва вас вроде как выбирает, а потом такой говорит, нет, все, ты мне не нравишься больше, а я не хочу, чтобы ты, там, например, ну, была вот такой, там, я не знаю, давай там становись, становись другой, например, вот, ну, это же, сами понимают, что это поведение, ну, не самое такое, взрослое, вот, и здесь, как бы, возникает вопрос, тогда, почему муж ваш стал себя так вести с вами, ну, может быть, что-то произошло между вами, что он начал вот так чувствовать, может быть, что-то произошло у него, то есть, не между вами, не обязательно между вами, да, а именно, именно, вот, у него, именно с ним что-то произошло, то есть, тут уже вопрос, значит, тут уже вопрос в том, как бы, насколько мужчина понимает, что у него какие-то проблемы, понимает ли он это, вот, значит, есть ли у него какие-то, ну, проявления осознанности осознанности своей собственной осознанности, знаете, какая штука, и если нет, то тогда проблема не в вас, а в нем, но вот это обвинение, обвинение, это очень, очень деструктивная мобиль поведения, то есть, тот, кто считает себя взрослым, он не будет обвинять, знаете, ему это просто не надо, вот, так что, вот об этом, об этом тоже нужно подумать с вами, об этом нужно как следует, значит, ну, подумать, да, проанализировать, вот, и постараться сделать самое важное, а именно, разграничить ответственность свою и ответственность своего мужа, то есть, где ответственный я, и где ответственный мой муж, и почему, почему, ну, почему так, вот, и все, и вот, когда вы разграничите ответственность, то есть, за что отвечаю я, за что отвечает мой муж, принимаю ли я его целиком, принимает ли он меня опять же, как бы, ну, целиком, целиком, вот, когда будет это понятно, ага, тогда можно будет, можно, значит, будет уже подрешаться, можно будет уже разбираться, ну, с тем, что происходит, вот, понимаете, далее вы говорите о кризисе недависимости, и я так понимаю, что это идет речь о максимализме, ну, юническом, подводском максимализме, то есть, недоиграли, то есть, недостаточно себя осознаете, да, то есть, там, слишком сильно, например, идеализируете, ну, идеализируете, там, что-то слишком идеализируете, что-то, наоборот, слишком обесцениваете, вот, тут, конечно, тоже нужно разбираться. С другой стороны, если вам только кажется, если вам это пришло в голову только после того, как ваш муж стал вас обвинять в том, что вы там, ну, например, инфантильность чрезмерно, то не факт, что это ваше чувство, не факт, что это ваши проблемы. Люди очень часто отверкаливают, отверкаливают свои собственные переживания на других. То есть, муж видит незрелость в вас, хотя на самом деле незрелый он. в любом случае, ваше отношение нуждается в анализе и в проработке. Вам нужна тоже приватная консультация, личная консультация для того, чтобы лучше понять, что происходит именно с вами. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.